Библейский портал экзегет.ру представляет всех иудеев, причем как-то не очень это мотивируется в третьей главе, но можно догадаться, во-первых, сначала он злится на конкретного одного человека Мардыхая, который не кланяется ему, когда кланяются все остальные, во-вторых, он сообщает царю Артаксерксу, что эти иудеи не соблюдают царских законов, и, в принципе, очень похоже, нет других причин, что на самом деле для него непереносимо, что иудеи поклоняются своему богу. В результате они не кланяются человеку, как божеству, сам Хаман хочет быть в этой роли, в результате они могут нарушать какие-то царские постановления, связанные именно с языческой религиозностью. И царь Артаксеркс, который, судя по всему, невеликого ума человек, дает ему возможность от своего имени давать любые приказы, что Хаман и делает. Итак, в городе Суза объявляется, что через 11 месяцев всех иудеев перебьют, что делать? Вообще у человеческого существа, как и у всех живых существ, обладающих хотя бы какой-то самостоятельностью, есть три основных стратегии – бежать, драться, замереть. Бежать, если удается от преследователя усказанного, драться, если приходится сопротивляться, или замереть, если уже вообще ничего не помогает. Что выберет Мардыхай? Когда Мардыхай узнал об этих событиях, он разорвал свою одежду, обернулся рубищем, посыпал голову прахом и пошел посреди города с громким и горьким плачем. Так он дошел до самых царских врат, но не мог войти в царские врата в этом рубище. И по всем областям, куда только доходило царское повеление и его указ, начинался иудеев великий плач и скорбный пост. Рубище и прах стали уделом многих. Рубище, то есть какая-то оборванная одежда, мешковина какая-то, такая вот самая дешевая, презренная, грязная ткань, прах, то, чем посыпали голову. То есть человек смешивал себя с грязью, с землей, с золой, и тем самым унижая себя перед Богом. Нигде не сказано, что это молитва. Но ведь молитва, она внутри. Вот мы уже говорили о том, что в книге Исфире не упомянут Бог в ее еврейском варианте, в греческом, конечно, есть. Четвертая глава как раз очень хорошо показывает эту разницу, мы ее сейчас увидим скоро. Но это не просто состояние ужаса, когда человек цепенеет и ничего не готов делать. Это скорее состояние, когда он дерется, но дерется по-особому, не оружием. К Исфире пришли ее служанки и евнухи. Ей рассказали о Мордыхае. Царица пришла в большое замешательство и послала Мордыхае одежду, чтобы он облегся в них вместо в речи, но он отказался. Она еще не знает, наверное. Тогда царица позвала Хатаха, одного из представленных к ней царских евнухов, и отправила его к Мордыхае узнать, что с ним такое. Да, он вот хочет как-то с ней увидеться, но... или переговорить, но не может. Хатах вышел к Мордыхае на городскую площадь, что перед царскими воротами. Мордыхае рассказал ему обо всем, что произошло, и назвал сколько золота, обещал отвесить царскую сокровищницу Хаман после гибели иудеев. Он передал ему и список с того указа об их истреблении, который был дан в Сузах, чтобы он показал его Исфире, рассказал ей все и передал. Пусть она отправится к царю и умолит его помиловать свой народ. Хатах пришел к Исфире и пересказал ей слова Мордыхае. Ну, то есть, самое очевидное, главная царица Артаксиаркса сама иудеянка, просто ни царь, ни Хаман, об этом ничего еще не знают. Вот что Исфирь велела передать Мордыхае в ответ. «Все царские приближенные, жители всех областей царства знают, что любой, кто войдет без приглашения к царю во внутренний двор, будь то мужчина или женщина, по закону должен быть убит, разве что протянет к нему царь свой золотой скипетр и оставит в живых. А меня не звали к царю вот уже 30 дней». Вот тоже величайшая царица, которая, однако, сидит у себя там в заперти, в своих роскошных покоях, и даже супруга своего не видит, кроме как по его особому распоряжению. Слова Исфири были переданы Мордыхаю, и Мордыхай сказал Исфире в ответ, «Не рассчитывай, что сама в царском дворце избежишь общей участия иудеев. Если ты в такое время отмолчишься, помощи и избавления к иудеям придут сыну и стороны, а ты погибнешь вместе с домом твоего отца, как знать, не для этого ли дня ты и стала царицей». Вот смотрите, он выражает твердую уверенность, что помощь придет. Откуда? От кого? Ну, видимо, от Бога. Откуда же еще? И он говорит, это будет неизбежно. Вопрос в том, какую роль займешь ты в этом повествовании. Роль жертвы, которая погибнет, или роль избавительницы, которая спасет. И себя, кстати, в том числе. А похоже, что Эсфирь изначально совершенно не собиралась идти к царю и о чем-то говорить. Она понимает, что это смертельно опасно, это все очень непросто. Она очень простая девушка, судя по описанию, не готова к каким-то сложным интригам. Хотя, хотя, потом у нее все получится. Но мы пока об этом еще ничего не знаем. И вот что ответила тогда Эсфирь Мардыха. «Ступай, собери всех аудеев, какие только найдутся в сузах, и поститесь ради меня три дня и три ночи. Не кушайте, не пейте ничего, и я буду так же поститься со своими служанками. А потом отправлюсь к царю вопреки закону. И если суждено мне погибнуть, что ж погибну?» Мардыха и Пашула сделала именно так, как велела Эсфирь. Вновь пост. Он уже упомянут. Пост как некая форма молитвы к Богу. Человек, смиряя себя, просит Бога исполнить его волю, желание, он показывает, что это все не просто так, Господи, сделай, как я хочу, но что он сам прикладывает очень серьезные усилия. И здесь постится уже весь народ, по крайней мере, тот, который в сузах, для того, чтобы показать это их общее солидарное прошение, не просто желание Эсфирь. Ну, а я поменял книги, почему? Потому что сейчас я почитаю синодальный перевод, в нем есть добавление из греческого. Еврейский умалчивает о молитве. Она подразумевается явно, но она не приведена. Греческий добавляет эту молитву с большими подробностями. И молился он, Мардыхай, Господу, вспоминая все дела Господни, и говорил, Господи, Господи, Царю Вседержителю, все в Твоей власти, и нет противящегося Тебе, когда Ты захочешь спасти Израиля. Ты сотворил небо и землю, и все дивное и в Поднебесной. Ты, Господь, всех, и нет такого, кто воспротивился бы Тебе, Господу. Ты знаешь все. Ты знаешь, Господи, что ни для обиды, ни по гордости, ни по тщеславию я делал это, что не поклонялся тщеславному Аману, ибо я охотно стал было бы взять следы ног его для спасения Израиля, но я делал это для того, чтобы не воздавать славу человеку выше славы Божией, не поклоняться никому, кроме Тебя, Господа моего, и я не стану делать этого по гордости. И ныне, Господи Боже, царю Божию Авраамов, пощади народ Твой, ибо замышляют нам по гибели, хотят истребить изначальное наследие Твое. Народ как наследие, да? То есть особый узел Бога. Не презри достояния Твоего, достояние тоже примерно, что и наследие, которое Ты избавил для Себя из земли египетской. Услышь молитву мою и умилосердись над наследием Твоим, и обратись и этого не наше в веселье, дабы мы, живя, воспевали имя Твое, Господи, и не погуби уст прославляющих Тебя, Господи. Вот молитва, которая очень похожа на многие другие молитвы, то есть мы Твой удел, мы Твое наследие, поэтому ради Своей славы, Господи, спаси нас, а заодно объяснение, почему это он упрямился и не поклонялся этому самому царедворцу. И царица Исфирь пропустила, и все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть была пред глазами их. И царица Исфирь прибегла к Господу, объятая смертной горестью, и снявшая одежды славы своей, облеклась в одежде скорби и сетываний, и вместо многоценных мастей, то есть умащений, притираний, пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье, ее покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву, говоря. Дальше похожая молитва. «Господи мой, ты один царь наш, помоги мне, одиноко и не имеющий помощника кроме тебя, ибо беда моя близь меня. Я слышала, Господи, от отца моего в родном колене моем, что ты, Господи, избрал себе Израиля из всех народов». Интересно, девушка об этом говорит, как о том, что ей передали. Да, Мордыха это знает точно, она вот пересказывает. «И отцов наших и всех предков, их наследие вечное, не сделал ты для них то, о чем говорила, и ныне мы согрешили пред тобой, и предал ты нас в руки врагов наших за то, что мы славили богов их. Праведен ты, Господи! А ныне они не удовольствовались горьким рабством нашим, но положили руки свои в руки идолов своих». Положили руки в руки идолов, то есть с идолами за ручку поздоровались, вот с ними заключили договор, да? «Чтобы не спровергнуть заповедь уст твоих и истребить наследие твое, заградить уста воспевающих тебя и погасить славу храма твоего и жертвенника твоего, и отверстие суста народов на прославление тщетных богов, идолов, и царю Плотскому величаться вовек». Какая эсфирь богословски подкованная девушка, да? Вот эта греческая молитва эсфири, она, по сути, еще подробнее, почнее, чем молитва Мордыхая, то есть, оказывается, она здесь выглядит очень такой образованной, да, и очень красноречивой. «Не предай, Господи, Скипетр твоего богам несуществующим», то есть, языческим, да, «и пусть не радуется падению нашему, но обрати замысел их на них самих, наветника же против нас предай позору. Помяни, Господи, яви себя нам во время скорби нашей и дай мне мужество. Царь богов и владыка всякого начальства, даруй устам моим слово благоприятное пред этим львом», то есть, перед ее мужем, царем Артаксерксом, «и исполни сердце его ненавистью к преследующему нас, но погибели ему на единомышленникам его. Нас же избавь рукою твоей и помоги мне, одинокой, не имеющей помощника кроме тебя, Господи. Ты имеешь виднее всего и знаешь, что я ненавижу славу беззаконных, огнушаю служение обрезанных и всякого иноплеменника». Переследский царь был ли он обрезанным или нет, мы не знаем, то есть, получается, она скорее о своем муже даже так говорит, но вот это явно какая-то уже более поздняя рефлексия над этой ситуацией, да. Вот тот, кто дописал эту молитву, вложил ее в уста и сфири, явно долго и подробно размышлял об этом сюжете и пытался понять мотивы Мордехая, мотивы и сфири. Оказывается, она гнушается его ложью. «Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаюсь знака гордости моей, который бывает на голове моей во дни появления моего, гнушаюсь его, как одежда, оскверненная кровью, и не ношу его во дни уединения моего. Это ее корона». Она говорит, да мне все это противно, муж мне противен, корона противна. Вот интересно, в еврейском тексте ничего об этом нет. Вот в греческом она становится какой-то такой почти монахиней, которая вот вынужденно живет со своим супругом. «И не вкушала, работая от трапезы Амана, и не дрожила пиром царским, и не пила вина и дала жертвенного, и не веселилась, работая со дня перемены судьбы моей до ныне, кроме как о тебе, Господи Боже Авраамов». То есть она царица, и она живет как в заточении, и лишь молится Богу. Вот неожиданный поворот, да? То есть получается, греческая книга другая, чем еврейская. Не просто больше, но во многом другая. Две версии эсфири. «Боже, имеющий силы над всеми, услышь голос безнадежных, и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего». А какая правильная версия, спросите вы? А вот обе. То есть, смотрите, Библия – это некий живой текст, который не то, что был однажды написан, и с тех пор в едином стандартном варианте, в этом, в том, в другом любом существует. Это жизнь, это размышления, это прочтение тех же самых текстов заново. Поэтому оба варианта правильны. Продолжение следует... Продолжение следует...